Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити! И продолжаем небольшие видео обзоры, посвященные деятельности лаборатории психизиологического обеспечения. Помимо мониторинга персонала, лаборатория занимается так называемым входным контролем при трудоустройстве работника на предприятии и иногда некую экспертную деятельность в каких-то сложных диагностических случаях, когда возникают проблемы, нарушения в работе производства. Надо еще сказать, что лаборатория потенциально имеет возможность проводить так называемый предсменный контроль перед выходом работника непосредственно на рабочую смену. Что мы используем? Применяем мы самые разнообразные методики. Я говорил в предыдущих видео о некой максимальной комплектации необходимых методик для работы любого специалиста, так называемой максималки. По сути говоря, мы ее используем. Применяем обязательные методики PFO, MMPI, KT, LUSK, нервно-психическую устойчивость, COD, RAVEN и так далее. Также применяем патопсихологические методики классические, бланковые патопсихологические методики, 10 слов, пиктограммы, таблицы Шульте, классификация и так далее. А также большое внимание уделяем оценке так называемого функционального состояния человека средствами внутренней биометрии. В лаборатории наличствуют два аппаратно-программных комплекса, и давайте мы сейчас поговорим об одном из них. Так называемые биометрические технологии. Что происходит в этот момент, когда происходит диагностика с использованием данных технологий? Идет идентификация личности человека и его функционального состояния. Основная задача при этом, это задача контроля допуска. То есть годен, готов человек выйти на рабочую смену, или же нет, не готов. Соответственно, применяется аппаратно-программный комплекс биомыш. Так вот он выглядит, картинка реальная. Соответственно, это, собственно, аппаратура. Там еще небольшой блок, понятно, что мышка ведет. Программное обеспечение, надо сказать, что прекрасное программное обеспечение, одно из лучших, которые я когда-либо видел в своей жизни за всю свою практику. Соответственно, это аппаратно-программный комплекс. Так вот, еще раз я вам покажу, как он выглядит. Компьютерная мышь и три встроенных датчика. Это датчики кожно-гальванический, снимающие показатели кожно-гальванического рефлекса, электрокожного сопротивления и фотоапплетизмограммы. Одновременно с фиксацией результатов по тестам ММПИ, КТ, ЛУСК и других происходит запись сложных интегративных физиологических параметров. Таким образом, на конкретный вопрос ММПИ человек одновременно отвечает на уровне сознания и на неком физиологическом уровне. Представьте себе такую ситуацию. Уникальные вещи можно исследовать, понимать, что же человек из себя представляет. Не только на уровне того, как он себя понимает, но и на уровне его организма, на уровне его тела, его психиологического состояния, его психиологических реакций. И, соответственно, назначение комплекса биомыш – это оценка функциональных возможностей и резервов сердечно-сосудистой и нервной системы организма, выявление психологических и психосоматических проблем, оценка умственной работоспособности, диагностика состояния стресса и нервно-психического напряжения, изучение личностных свойств и характера человека, выявление патологических состояний, каких-либо аддикций, зависимостей, оценка искренности испытуемого мини-такой детектор лжи – этот комплекс позволяет себя и так использовать, организация биологической обратной связи, проведение процедур реабилитации, релаксации. Представление результатов по комплексу BioMouse очень наглядно и просто. Во многих методиках, в наших автоматизированных методиках, разработанных в лаборатории, мы используем этот самый принцип, а именно принцип светофора. Обратите внимание, красная зона, желтая зона функционального состояния и зеленая зона функционального состояния. Во многих вещах это очень просто, понятно и наглядно можно себе представить и понять, что же происходит с человеком в его состоянии. Ну вот, пожалуй, наверное, и все по поводу комплекса BioMouse и тех работ, которые проводит лаборатория. Имеется в виду входной контроль и периодический мониторинг, возможно, в некоторых вариантах, совмещенный с оценкой предсменной работоспособности человека-оператора, человека-работника. Благодарю вас за внимание и на этом все.